Блин, забыл. Пошло, сэр. Всем привет! Это Винил Частная Коррекция, с вами Николай Бегнев-Богайчук. Дорогие мои друзья, по вашим многочисленным просьбам, сегодняшний наш спецвыпуск будет посвящен музыке прогрессив-рок, арт-рок, если хотите. В принципе, для меня это одно и то же. Я вообще придумал такое название для всей этой музыки, я ее называю ProGuard. И мне это нравится, надеюсь, вам тоже понравится. Нравится слово, пользуйтесь. Один из наших подписчиков написал мне довольно трогательное письмо, в котором рассказал о том, что он начал слушать музыку в стиле прогрессив, и ему это так понравилось. Он послушал несколько пластинок и задал мне вопрос, говорит, Николай, а не могли бы вы в качестве ликбеза, так сказать, ликвидации безграмотности, рассказать о каких пластинки из прогрессив, точнее, какие коллективы ваши любимые, и какие их пластинки любимые, чтобы это могло быть некой отправной точкой. Дорогие мои друзья, вот поэтому я сегодня и сделал программу, так сказать, Top of the Pop, да, или там Best of the Best, ну как хотите, вот там, собрание сочинений. Одним словом, сегодня мы с вами поговорим о величайших пластинках прогрессив рок, то есть это то, что практически должно быть в каждом доме. Не пугайтесь, не иногда стоимость оригиналов, которые действительно сегодня стоят первопрессы, очень больших денег, большая часть из этого переиздается, переиздавалась в 70-е, 80-е годы, 90-е годы. Сейчас переиздается там не только на тяжелом, но и на обычном бюджетном виниле. Так что, если вам так захочется это иметь у себя в коллекции, поверьте, это может стоить недорого, зато вы потешите свое, как говорится, самолюбие. Итак, я не ставлю никаких номеров, я не делаю никакого хит-парада, я просто показываю и рассказываю о тех пластинках, которые люблю сам. Я, поверьте, проделал колоссальную работу, делая вот эту вот выжимку, но, надеюсь, мы с вами вместе получим от этого большое удовольствие. Дебютный альбом Роберта Фриппа и его компании под названием «Innecarter the Crimson King», то есть «При дворе малинового короля» вышел в 69-м году и до сих пор является одной из главных, можно сказать, главнейшей иконой прогрессив-рока. Заметьте вот этот разворотный конверт. Я говорил уже об этой обложке, к сожалению, человек, который нарисовал эту обложку, тронулся умом, ну, видимо, болящий был человек и недолго пожил, но оставил после себя вот такое вот произведение искусства. Английская группа «Рараберт» – «Редкая птица». Дебютный альбом 69-го года, вот так на харизме он вышел в Англии. В Америке у него другой абсолютно конверт разворотный был, так что если не пугайтесь, если найдете такую пластинку на пробе, это проба, компания такая, проба, не волнуйтесь, берите смело, пластинка феноменальная от первой до последней ноты. Греческие изгнанники «Трио Афродита» с «Чайлд», почему изгнанники? Потому что в этот момент они скрывались во Франции, в Греции был переворот черных полковников, по-моему, он так назывался, был госпереворот. И вот три музыканта греческих Лукас Сидерас, Демис Русос, впоследствии сделавший себе потрясающую карьеру в качестве сольного исполнителя, и Эвангелос Папатанасио, который под псевдонимом «Вангелис» известен сегодня всему миру. Вот такая двойная пластинка, видите, это английское издание, не надо там причмокивать вот на той стороне, что ферменный он выходил красный, оригинальный. Да, он выходил красный, я хочу показать редкое английское издание с черной обложкой, вот такое вот на вертигу. Да, это произведение сделано по откровениям Иоанна Богослова. Я считаю, что, наверное, это самая величайшая прогрог-опера в мире. Послушайте, подискустируем, если что. Английская группа «Караван» и их потрясающий альбом «In the Land of Grey and Pink». То есть где-то существует земля серо-розовая, куда так хочется, как там песенка, помните, была «Ах, как хочется вернуться, как хочется ворваться в караван». Группа «Yes», я даже так скажу, супергруппа «Yes» и их альбом «Close to the Edge». 1972 год. Уникальность этого альбома заключается в том, что это первый альбом, в котором принимает участие клавишник Рик Уэйкман. Практически вот это начало золотого состава, оформление обложки от Роджера Дина. Кстати, вот на первых копиях писалось о том, что Рик Уэйкман имеет отношение к компании «I&M Records». То есть у него на тот момент еще существовал, как у сольного исполнителя, существовал контракт с фирмой «I&M Records» Херпа Альперта. Это три произведения, от которых, если вы не слышали этот альбом, вот так случилось, вы его не слышали. Я вам рассказываю, этот альбом станет краеугольным в вашей жизни, то есть он разделит вашу жизнь на то, что было до этого и что будет после этого. Как и, кстати, любая из представленных моих пластинок и большинство из того, что нам еще предстоит с вами сегодня обсудить. Это фантастика «Lost to the Edge», «End You and Die» и «Siberian Heart». Три композиции на весь альбом, и ваша жизнь потечет по новым, как говорится, ручейкам и рекам. «Juntle Giant» и их «Octopus». Вот этот вот потрясающий осьминог-братушка. Да, это «Vertigo», это «Swirl», так должно выглядеть первоанглийское издание. Опять-таки, не бойтесь, покупайте любое издание этой потрясающей пластинки. Это братья Шульманы, три брата Шульмана, которые составили эту группу. До того, как стать в 70-м году коллективом под названием «Juntle Giant», братья Шульманы и их, как говорится, практически весь состав, ставший потом «Juntle Giant», работали в группе под названием «Simon Dupree and the Big Sound». И какое-то время в этой группе на клавишах играл пианист Реджинальд Кеннет Дуайт, которого через буквально очень короткое время стали звать Элтон Джон. Ныне сэр Элтон Джон, очень известный сольный исполнитель. Группа «Genesis» и альбом продажа Англии за фунт. «Sale England by the Pound». Я еще раз хочу акцентировать внимание, что это мои любимые пластинки. Это то, что я бы взял, может быть, с собой на необитаемый остров, если бы так вот сказали, вот возьми пачечку, вот от каждого по одному исполнителю. И это мое видение, как бы, краеугольного камня творчества каждой из этих групп. Потому что тот же «Genesis» кто-то любит, скажем, с Филом Коллинзом у микрофона и Честером Томпсоном на барабанах, да, и там с Дэрилом Стюрмоном на гитаре в качестве приглашенных музыкантов. Кому-то нравится «Ettrick of the Tale», когда в ансамбле играл на гитаре Стив Хеккетт, да, когда после ухода Питера Гебриала. Кто-то считает «Жемчужиной» творчества ансамбля «Genesis», последнюю практически, опять-таки, можно сказать, прогрессив или арт-рок-оперу. Это «Заклание Агнса на Бродвее» и двойную пластинку. Но я считаю, что вот альбом, который вам обязательно необходимо послушать, который просто вот вы обязаны послушать, это «Sailing» и «Engled by the Pound». Здесь «Genesis» именно вот звезда пятиконечная, то есть Коллинз на барабанах и бэк-вокал. На гитаре играет Майк Разерфорд, на клавишах Энтони Бэнкс. У микрофона стоит Питер Гебриэл и играет на флейте, и всевозможные там на себя одевают одеяния. И Стив Хеккетт, конечно, лидер-гитарист. А Майк Разерфорд еще, к тому же, играет на бас-гитаре и как второй гитарист. Вот это вот настоящий «Genesis» или там «Genesis», как вам будет удобно произносить название этого коллектива. Переводится это как «Книга бытия», если я не ошибаюсь. «Genesis» – это действительно вот для меня это вот ансамбль во всем, вот на этом альбоме во всей своей красе. Животные, зверушки, я бы сказал, от британской супергруппы Pink Floyd, которая давно уже стала у нас в стране русской народной группой Pink Floyd, потому что столько, сколько у нас фанатов этой группы, наверное, нигде в мире больше нет. Это альбом 1977 года. В принципе, можно сказать, что это уже сольная работа господина Уотерса, поскольку песни написаны практически все им. И ребята в студии очень расстраивались, что их не используют по максимуму. То есть Уотерс полностью берет бразды правления в свои руки. Тогда же, примерно отдав свободу всем музыкантам этого коллектива, зародились первый сольник Дэвида Гилмара, который вышел годом позже, первый же сольник Рика Райта, клавишникова «Дримсон», фантастическая пластинка, настоятельно рекомендую иметь каждому ее в коллекции свою. И Ник Мейсон тоже почесал-почесал рэпу и в 80-м году выпустил свой первый сольник «Фьючер Спортс», где он в составе хорошей бригады музыкантов играет музыку авангардной джазовой пианистки Карлы Блейб. Вот это, кстати, уникальное немецкое издание на розовом виниле. Это не новодел какой-то, коллекционная редкость. Если у вас такой есть, я вас поздравляю. Если нет, ну, можно и черным обойтись обычным винилом. Главное, чтобы музыку эту послушали, музыка феноменальная. Я понимаю, что вот там вот сейчас по ту сторону экрана сидит кто-то и говорит, а-а-а, как же наша любимая обратная сторона на лунный, любящая хея, стена, вот это там тоже самое. Друзья мои, еще раз говорю, ваши любимые, я их тоже люблю, эти альбомы. Ну, для меня вот эта пластиночка, вот эти вот история о скотном дворе. Я так понимаю, что Роджер Уотовс читал «Орвелла», поэтому там все, как говорится, сплошь цитировано, зацитировано, я бы так сказал. Кстати, в интернете есть потрясающие видео, настоятельно рекомендую, посмотрите его, где на музыку Pink Floyd подложен как раз вот анимационный английский фильм, который выходил по Орвеллу, снятый «Скотный двор». Это фантастика, там настолько это все ложится гармонично, получите колоссальное удовольствие. В этом же 77-м году, когда вышел альбом Animals, группа Ван Де Граф, уже видите, Ван Де Граф, не Generator, а Ван Де Граф, выпускают потрясающий альбом, который называется так «The Quiet Zone – The Pleasure Dome». То есть они тем самым подчеркивают, что каждая из сторон этой пластинки это как бы самостоятельный альбом. Очень красивое оформление, лейбл «Харизма», ну да, конечно, а кто же еще? Лейбл «Харизма», 77-й год. Опять-таки, сейчас прекрасно понимаю, сейчас говорят, а как же ранее Джон Тулу? Там все в порядке, но вот этот, мне кажется, что вот он, вот, ну, ну, не знаю, но мой выбор вот этот Ван Де Граф. Если есть, пишите внизу, подискустируем опять-таки, друзья мои. Ну, это моя любовь, английская группа Camel, верблюд. И, кстати, вот это вот, на мой взгляд, просто совершенная пластинка. Она называется «Rain Denses», «Танцы дождя». 77-й год, подразделение «Гамма», подразделение фирмы «Деки», на ней издавался «Кэмма», начиная со второго альбома «Мираж» 74-го года. Энди Леттимор, Пит Берденс, два отца-основателя этого коллектива. Здесь они в такой потрясающей музыкальной форме. Альбом от первой до последней ноты просто дышит жизнью, просто дышит. Послушайте эту пластинку. Уверяю, что равнодушных не будет. Годом позже выходит вот эта вот икона прогрессивных. Это супергруппа, которая называется «U.K.», то есть United Kingdom, Англия. Потрясающий альбом. Джон Уэттон, бас-гитарист и певец. Основатель этого коллектива вместе со скрипачом и клавишником Эдди Джобсоном. Уэттона, вы помните, по таким проектам, как «Roxy Music», «Kim Crimson», «U.R.I. H.I.P.», то есть вот эти группы. А, «Family», конечно же, «Family», то есть человек прошел эти коллективы и организовал вот эту супергруппу, у которой два студийных альбома и один зальный альбом. Вот за два года, за 78-79 год, ребята управились, так сказать, а дальше уже пошла история под названием «Иш» или «Азия». Я специально не акцентирую внимание на этой группе, потому что я считаю, что это просто вот заказной радиоформатный проект. Хороший, качественный, но как икону прогрессива я его не могу ни в коей мере считать. А здесь, помимо, на первом альбоме, помимо Уэттона и Эдди Джобсона, еще гитарист, фантастический гитарист Алан Ходсвортс и на барабанах играет всем нам хорошо знакомый Билл Бруфорд, человек, который прошел школу Роберта Фриппа в группе «King Crimson» и был долгое время участником легендарной супергруппы «Yes». В дополнение к вышесказанному и вышеперечисленному я бы вам хотел представить две вишенки на тортике, которые, ну, вот вы же говорили, назовите свои любимые альбомы, да, то, что вас тревожит, то, что вызывает в вас эмоции. Хам. Единственная, единственная пластинка этого коллектива, видите, такая космическая лачуга. Это начало 70-х, это Дюрам, Стив Хиллэдж из Гонго, человек, который на тот момент Дэйв Стюарт, музыкант, который был, прошел, наверное, практически все коллективы Кантенбарийской школы, но не путать его с его полным тезко-однофамильцем Дэйвом Стюартом, основателем группы «Ю Ритмикс». Ник Гринвуд и, конечно, Эрик Пичи. Вот такой вот квартет записал одну-единственную пластинку, сейчас она является громадным раритетом, но два или три раза уже выходили переиздания, поэтому, если вы захотите, поставите себе цель, вы найдете эту пластинку и получите колоссальное удовольствие. И еще одна пластинка, без которой я тоже не мог бы этот обзор сделать, это австралийская группа «Джонези» и альбом «Киппинг Апп». Вот такое на Дауне издание, это фирм Даун, издание потрясающее, то есть вот Алан Боун, для непосвященных, скажу, такой культовый музыкант, фиолетовый Даун, настоящее первое английское издание, ну тут Алан – это подразделение фирмы «ФПАЙ», это 73-й год. Опять-таки, уверен, что не проверял, но думаю, что он переиздавался, этот альбом, ну, значит, можно найти его, так сказать, в современную копию на виниле. Ну, во всяком случае, кто ищет, тот всегда найдет. Рик Уэйкман. О нем мы говорили, как о клавишнике группы ЕС, у Уэйкмана потрясающее количество сольных пластинок, из которых, конечно, опять-таки, вот кто-то скажет, а как же Шежун Генриха Восьмого, а как же Король Артур и Рыцарь Круглого Стола, какой альбом 1984, а листомания, а белая рапсодия. Пацаны, все классно, вопросов нет, но вот это мой самый любимый сольник. Фантастика, просто фантастика, но Earthly Connection, нет земной связи, 76-й год. Вот такие два брата-близнеца, ну, двойнято я имел в виду, конечно. Два альбома, вышедшие в 81-м, в 83-м году, Джон и Ван Гелес. Есть вокалист группы ЕС и клавишник, супер-мультиинструменталист Ван Гелес. Записали две вот эти очаровательные пластинки. Можно ни первую не брать, ни последнюю, которая выходила после этого. Вот эти две обязаны быть в вашей коллекции. Друзья мистера Кейра, 81-й год. Кстати, он может попасться с другим альбомом. Цветная фотография, они сидят на таком коричневатом фоне. Вот бывает альбом, такая фотография, такая обложка. Это он, этот же альбом, берите, не стесняйтесь. И, конечно, Право Коллекшн, частная коллекция. Ну, я не знаю, это какие-то ангельские песни. Но это нужно услышать, что... Как еще, еще, о чем можно разговаривать. И на ход ноги я хочу представить дебютный альбом канадских лесорубов. Группы, которую я очень люблю и творчество, которое меня вдохновляет до сих пор. Несмотря на то, что основатель и лидер этой группы страшный русофоб и сказал, что ни за какие деньги в Россию не приедет. Ну, не зря его зовут Геди Ли, Геди Ли, потомок польских эмигрантов. Первый «Раш», вы посмотрите, с какой любовью этот альбом был переиздан недавно. Конечно, соглашаюсь с критикой в адрес насчет того, что первый альбом «Раш» ничего общего с их последующим творчеством не имеет. Во-первых, здесь на барабанах Джун Радси, скажем так, не самый сильный барабанщик, и до усатого красавца Нила Пёрта еще целый год, когда этот человек... Кстати, Нил Пёрт основной автор текстов в «Раши». Но вот этот альбом, друзья мои, выпущен с такой любовью. Вы посмотрите, бокс, взятый с магнитной ленты, люди скопировали ленту, которая была. Теперь идем дальше. Вот такая вот, скажем, Грева группы «Раш», «Хамили Три», откуда, кто, куда, ходил, зачем, ходил, с кем встречался. В общем, понятно, да? Потом вот такой вот рекламный плакат. Три фотографии, которые должны были быть, конечно, подписаны, но не подписаны. И сама пластиночка. Опять-таки, видите, все. Все. И сама пластиночка в неразворачиваемомся конверте. Ну, это и не обязательно здесь. Конечно, я настоятельно рекомендую все-таки к творчеству «Раш» внимательно отнестись. Послушайте их альбомы обязательно. Где-то вот с 1977 по 1985 год. Это просто вот обязательная тема. От «Farwell to Kin» до «Power Windows» через «Moon Pictures», через «Grace Under Pressure». Ну, сигналы, все равно послушайте. Потрясающие альбомы, хемисферы, фантастика. Просто концертный альбом, который там вышел у них в 1981 году, по-моему, двойной. Потрясающий альбом. Вот «Раш» достойный того, чтобы, да, как и любая группа, которая была представлена сегодня мною, достойный того, чтобы ознакомиться с их творчеством полностью. Друзья мои, на этом все. Пока, если что, мы, может быть, по-прогрессиву еще продолжим, потому что не охвачена еще, скажем, большая группа исполнителей, начиная там и заканчивая. Все, друзья мои, на этом все. Ну, вы там, знаете, все там обязательно. Всех родственников подписывайте, потому что, ну, стыдно, честно говоря. Мы работаем, 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 работаем. Смотришь там, понимаешь, там два каких-то подписчика подписались. Шутка. Конечно, шутка. Друзья мои, спасибо вам за обратную связь. Всего вам самого хорошего. Не болейте. Как говорится, до новых встреч. При дворе малинового корабля. При дворе малинового корабля. При дворе малинового корабля. Бля. Субтитры подогнал «Симон»